АЛЕНА МЕЛЕШЧАНКОВА АЛЕНА МЕЛЕШЧАНКОВА АЛЕНА МЕЛЕШЧАНКОВА АЛЕНА МЕЛЕШЧАНКОВА АЛЕНА МЕЛЕШЧАНКОВА Мы хотели бы иметь результаты намного выше и лучше, но погодные условия, которые в этом году нам преподнесли сюрпризы, мы сумели с ними справиться. На селетних дожинках у першиню выбрали лепший каравай. Журы уличивала и складанность формы, и колер, и смак. А так само головный ингредиент. Самый секретный ингредиент – это вложить в него душу. Любой мастер, если он делает нехотя что-то, никогда не получится, даже если там будут самые лучшие ингредиенты. По традиции, галонная падея свята – узнагороджение тех, кто забез пешего добрый ураджай. Селета больше за сотню працевников сельско-господарчей Галины были отзначены на областным и республиканским узроуне. Это впервые у меня такая награда, за что я благодарна. Сегодня, в этот праздничный день, настроение у всех очень хорошее. Мы видим, что необходимо очень серьезно нам поработать в плане над будущим урожаем, чтобы очень серьезно добавить на 2020 год. И по кормам, и по зерну, и по производству продукции животного роста. В целом, получить необходимо ту выручку, которая способствовала сегодня росту заработной платы от ружеников. На днях сельгазпортприемства в области пополнится шастю новыми тракторами белорусской творчести. Дожинки – это не только свято, а и зачин на наступный сезон. Юлия Нашлыкова, Дарья Семянько, Дианис Жавина, Віталь Вопсев. Новины региона. За любым вытворчим выником безумовно стоять люди працы. Але поспех складается яше из технологий сучасной техники и кадров, які ведают, как сделать вытворчость продукцией. Агрохолдинг Купаловская в Шкловском районе – базовая модель системы эффективного господарения. Как живут сегодня объединенные сельгазпортприемства, доведалась Катярина Городницкая. Этот комплекс належит закрытому акционерному товариству «Великое Словение». Тут займаются вырошучванием и откормом буйной рогаты живелы. На модернизацию пошло больше за 4 миллиона рублей. Ранее бычки были на привязи. После реконструкции фермы умовы утримания сменились. И это сразу отбилось на продукции. За счет реконструкции мы наросили по голове. У нас по сравнению с 2018-м плюс 1000 голов, 3700 составляет по голове бычков на откорме. «Великое Словению» выходит у агрохолдинг Купаловская. Это своясабливая интегрованная структура. Некольки сельско-господарших акционерных товариств объедналися. А значит и объеднали вытворчий процесс. «Допустим, надо сегодня мехотряд создать по вывозке органик. Она сегодня нужна. Они сегодня объединяются у троих и едут у тоже хозяйство. За три дня быстренько все сделали свою работу и едут дальше в хозяйство. Допустим, нет, в одном хозяйстве сегодня есть деньги, в другом хозяйстве сегодня нет денег. Вот это хозяйство помогает другому хозяйству. Это партнерство помогает более, как сказать, решать в оптимальные сроки вопросы, которые сегодня требуют решения». Дарышу господарку «Великой Словении» приняли все лета шесть молодых специалистов. Тут ведают, как повеличить вытворчность воловой продукции, треба технология и новые веды, что и берут с собой выпускники. Как их захватить и мкнуться дать зарплату и жилье. Этот дом после долгой консервации одрамонтовали и заявилися 40 новых кватер. У одной из их и поселили агронома Станислава. «Меня тут все условия устраивают. Молодежи тут много. Весело, хорошо, мне тут нравится». Алена Худка собирается взять шлюпы и подарунком стала новая кватера, которую господиня уже планует, як обставить. «Я стояла на очереди здесь и в данный момент я собираюсь заселяться сюда со своим будущим мужем. Ну и все это время снимаю, поэтому хотела бы, конечно, здесь остаться работать и поэтому закрепиться, чтобы жилье было свое и чтобы здесь остаться работать. Вот, понравилось мне это место». Кватер Алены размещается в будинку одрамонтованного детского садка. Его площадь пустовали, бо у городища не было столько малих. У районе знайшли выезды. Одно крыло займают 10 утульных кватер, а другое – дети. Причем одна группа чекает новоселов. В агрогородку подлечили новонародженных и сподяются, что новое жилье еще полепшит демографию. Катярина Градницкая, Миколай Соболев, Новины региона. За три дни детерминового голосования в парламентских выборах приняли у дел 21% выборщиков. Одна из самых активных этими днями – студенты. Как показывает практика, амаль 90% из них голосует детерминова. Как проходят выборы на молодежном участку, расскажут наши корреспонденты. Студент предъявляет пашпорт, можно и инший документ, который подтверждает особу, расписывается за отриманный бюллетень и накеровывается в кабину для голосования. Для 18-ти годовой Марии ГТ-выборщая компания – первая. Я голосую первый раз. Я считаю, что мой голос важен. Вот и решила проголосовать. А почему решили это сделать досрочно? Я из другой области. Я на выходные хочу домой уехать. Поэтому пораньше решила проголосовать. Все пока у нас хорошо на участке. Атмосфера положительная, доброжелательная. Поэтому я надеюсь, мы так и проработаем на нашем участке до конца выборов. У Белорусской Державной Сельгаз Академии навучаются каля 10 тысяч студентов. У списке только ГТГ студентского участка свыше тысячи выборщиков. И многие планируют отдать свой голос за годного кандидата детерминова. Хотел проголосовать, выбрать будущее, так сказать. Наши студенты с удовольствием идут на выборы. Конечно, как правило, большая часть, конечно же, идет на досрочное голосование, потому что выходные дни, хорошая еще погода. Даже еще, может быть, не все убрано на сельхоз участках у родителей, потому что зачастую наши все студенты более так из сельской местности. Поэтому проблем с каким-то голосованием, вернее, с голосованием у нас не возникает. Нагадаем, по Могилевской области на 13 депутатских мандатов претендуют 63 человеки. До речи, за три дни до терминового голосования у парламентских выборах у дел приняли 21% выборщиков. Юлияна Шлыкова, Александр Артемьев, Новины региона. Нагадаем, проголосовать за своего кандидата у депутата Палаты представников национального схода у Республики Беларусь 7-го скликанья до терминового выборщики могут до 16 листопада у Ключна. Участки для голосования на этом этапе працуют с 10.00 до 14.00 и потом с 16.00 до 19.00. Считаю, что это очень удобная форма проведения выборов, без какого-то напряжения людей пройти и проголосовать. Это очень удобно, потому что в любое свободное время можно пройти. Участок работает до 7 часов, можно после работы заехать, 3 минуты забежать, проголосовать. Для человека, у которого важна его гражданская позиция, он хочет проголосовать, но не имеет такой возможности, допустим, в выходной день прийти заранее и сделать выбор. Это удобно. На предприемстве «Универсал Бабруйск» приступили до выпуска инновацийной продукции. По замове российского КАМАЗа бабруйчане вырабляют люстерки для грузовых автомобилей. Электрокеруемые и с подогревом. У вынику «Универсал» плануя выраблять 20 тысяч инновационных аутолюстерок у год. У нас, конечно, сейчас 21 век. Все мы хотим ездить со всеми удобствами, чтобы можно было поворачивать зеркало, как мы хотим и как мы желаем. Плюс у нас есть, естественно, еще обогрев стекла. Гэты аутолюстерки – выник сумесной працы бабруйских вытворцев и их сталых партнеров с Татарстану, Камского аутозаводу. Яны стали часткой программы рестайлингу кабины грузовиков КАМАЗу. Увыгуля ж аутолюстерками на «Универсал Бабруйск» займаются 25 годов. Гэты и предприемства належит до белорусского товарыства глухих. Тут працуют 360 человек, за яких больше запалову с порушениями слыху. Тому тут зносится на мове жестов. Для интервью выпадая корыстаться послухами перокладчика. Как идет работа? Нормально, процесс идет. На предприемстве ведают, что инновационная продукция, калі проект будзе паспяховым дазволіць пашырыць вытворчыць, і даць махчымаць повеличэнні заробку, паводлі плану на 30%. А крамя гэтыга, выпуск инновацийной продукції патрымала дзержава. Выдаткованная 300 тысяч рублёв пайшлі на закуп техніки. У приватнасті машины, якая робіць напыленье на шклу. Сама па себе продукція не должна стоять выпускаемая на месці. Но когда это инновационная, то есть все равно новая новизна должна быть. Но когда инновационный проект, и еще поддержан государством, это удвойне проще. Болей про выпуск инновацийной продукції глядзіця у інформаційно-аналітичной программе «Дынями». Курсанта года выбрали у Могилёвскім інституті Міністырства унутренних справ. За звання лепшіга змагаліся сім працтавніков факультета міліції, які праявіліся обе у навыково-даслеччай і в учебной работі творчасті і спорці. Каму досталася галовна ознагорода, доведаліся наші корреспонденты. Колекціонірую награды і сьогодні рішил добавити в колекцію ще одну, такое звання, как «Курсант года». Конкурс проходив у три етапы. У першим гляделі на середній бал курсантов – новуковые досягненні. Почас другого етапа треба було продемонстроваць приемы, боротьбы і самообороны, веды у історії. І заключный этап – выступление на сцені інститута. Тут і відеороліки, і візітовка, і тактика сітуційнае задажі, і творчі номары. Курсантов – гэта непалохае. Ми зісь все наравні. У нас така ж агневая підготовка, физіччя підготовка, як і у парній. Паэтаму я считаю, що це абсолютно нормально. І наоборот, ім стімул, і нам стімул бути лучше, становіться лучше, і їх обхатіць, обыгрываць. Але перамогу брать бе за звання лепшага курсанта отримав сержант милиції Виталь Ясель. Ё не тільки добровуджіца, але і заявляються фронтменом команди КВЗ, інститута «Менталітет». Курсант года, конечно, должен быть іниціативним, обязательно умным, он должен знать нормативну базу, то есть все предметы, которые мы изучаем. Понятно, що курсант не може бути глупим, чи ще яким-то творчістким, опять же, необхідним быть. В общем, со всіх сторон развитим. Як ти думаєш, відповідаєш ли ти свої планки? Определію. Конечно, відповідаєш. Татьяна Слауёва, Віталій Олексійенко, Новини Регіона. Могилючане перші у агульным командному заліку з поборництву по плаванні «Веселый дельфин». Больше офіційно гэта першінство в області сярод дятей. Особливість гэтых з поборництву – тем, що наприконці ладзить эстафету сярод навученців і їх тренеров. Каб показати себе у плаванні, у Могилючані ехали командами. Засипович, Бобруську і інших регіонів. Заплыви йшли один за одним. Десятки – у кожный строк джонс поборництву. Судя по тому, как ты на 100-метровке финишировал, ще б метров сто легко бы проплыл, да? Можно було постараться ще лучше. Но проплыл хорошо. А вообще важно, кто по дорожкам плывет, какие твоі конкуренты. Смотришь на них, а не тяк-то мотивирують плыть быстрее? Ну да, якщо плывеш послабеє тебе, то плывеш медленнее, потому що не з кем соревноваться. 50, 100, 200 метров. Брасом ти на спине. Кожний спортсмен у заплыві отшував підтримку от сябро і батько. На финише з поборництву взладили эстафету поміж навученцями і їх тренерами. Хто краще плаває, ти чи тренер? Я. Опередила його? Конечно. По вийніках з поборництву отзначен поспіхи Могилівської городської спортивної школи. Іх навученці завоєвали найбільшу колькость медалів. Тому і у агульному командному заліку Могилівчані перші. Другі бобруючані – третє місце за осіповідській командою. Константин Титоміру, Андрій Шуляк, Дзяний Жавіна, Новини регіона. В облачне, безападка, у місцями туман. Таким надвор їм сустріння субота. Ночі чекаються уже більш халодними. Температурний фон складі от нуля до мінус одного градуса. Зато і у день до плюс одинадцяти. Самая актуальна новина в області на сайті ТВР Могилів. Кробка бая, так само у групах у соціяльних сетках. А я на гэтам з вами развітуюсь. Я жідаю вам толькі добрых новинов. До зустрічі! Дякую за перегляд!